Приветствую вас, я бы начал разговор, наверное, с того, что уточнил бы, сколько вам лет, сколько лет вам, сколько лет вашему молодому человеку, вот, потому что от возраста зависит, ну, довольно много деталей, таких как мировоззрение, таких как, собственно, вот эта вот жизнь здесь и сейчас, то есть, вот, как бы, тут, вот, важно вот эти все нюансы обязательно уточнить, потому что можно сделать ошибку в выводах, вот, относительно мужчин, мужчины. Да и вас тоже, потому что ваша позиция, она так же выглядит, ну, несколько странно, я бы сказал, вот, я поясню свою позицию. Далее, далее, очень важный момент в том, всегда ли мужчина был таким, вот таким, какой он вот сейчас есть. Я имею в виду, всегда ли он не хотел, например, чтобы с вами жил, например, кот, допустим. Всегда ли он не хотел, чтобы вы договорили о деньгах, например, тоже допустим. Всегда ли он не тратил деньги на вас. Всегда ли он проводил время в барах, например, и так далее. То есть, вот, вот этот момент, он тоже важен для понимания процесса, который происходит с вами. Если всегда он был таким, и вы его принимали таким, то получается, что изменился не он, а вы. Вы изменились, вы стали другой, понимаете, ну, ваши желания, может быть, стали другими, ваши потребности стали другими, понимаете. То есть, дело не в том, что человек живет как-то неправильно. Дело в том, что для вас это не подходит. Вам не подходит такая жизнь его. Вам не нравится, как он живет. Вас не устраивает, как он живет. Вас не устраивает то, что он делает, и так далее. Понимаете? Вот. То есть, аспект здесь такой, что говорить можно именно о вас здесь. О том, чего хотите именно вы, а не о том, чего хочет он, и что нужно ему, понимаете. То есть, если, например, вы считаете, что уже пора быть более серьезным, уже пора быть более осознанным, уже пора строить, там, я не знаю, будущее совместное, да, и так далее. Если вы так считаете, то тут не нужно мужчину уговаривать и принуждать его к чему-то. Тут, скорее, нужно просто показать, что он-то может делать то, что хочется ему. А вы можете делать то, что хочется вам, то, что кажется вам, ну, правильным, да, вот, и так далее. То есть, вы позволяете ему, как бы, быть свободным, а себе позволяете быть также свободным. Вот. И если так получается, что его свобода означает пренебрежение вами, да, в том числе и вот тот момент, что он на вас ничего не тратит, как вы говорите, да, то есть, кроме только походов в кино и так далее. Но, как бы, здесь, понимаете, здесь очень субъективный взгляд на вещи. То есть, я не то, что говорю, что он не должен тратить на вас деньги, да, я не говорю этого. Я говорю, скорее, то, что если мужчина всегда так себя вел, да, и вы позволяли ему вести себя с собой вот так, то это нормально, что сейчас, сейчас человек, ну, не хочет. ничего менять. Это нормально, что сейчас человек не желает прикладывать больше усилий. Понимаете? Вот. Это, к сожалению, нормально. У него нет мотивации, у него нет стимула, что это делать. И ещё. А зачем? Да, вот, зачем? Что-то делать, если у него уже есть вы. Если у него уже есть то, что вы, ну, то, что ему нужно. Ну, понимаете? Поэтому, ээээ... Тут нужно, скорее, не разговаривать с человеком, да? То есть, одним раз, конечно, можно поговорить, одним раз, но разговаривать с человеком на эту тему, например, постоянно или, там, давить на него не стоит. То есть, один раз поговорили, позицию его услышали, и, собственно говоря, дальше вы действуете сами, так, как вы считаете нужным. Не так, как правильно или неправильно, потому что каждый живет по-своему, каждый выбирает свой путь на самом деле. Вот. А именно так, как вы считаете правильным для себя. Вот вы считаете, например, правильно, да, делать ремонт в своей квартире. Вы считаете, что, ну, нерационально то, что предлагает вам мужчина, и это ваше право. Поймите, это ваше право так считать. То есть, это ваш взгляд, это ваша точка зрения, это ваша позиция. И вы имеете на нее право, абсолютно, абсолютное право вы на нее имеете, на эту точку зрения. Вы имеете абсолютное право, так же, как и ваш молодой человек имеет абсолютное право на свою точку зрения. Понимаете, какая история. То есть, здесь я бы рекомендовал избегать вот этих вот оценочных таких суждений. Да, мол, мол, вот он, в смысле, молодой человек мой, делает что-то неправильно, вот он поступает как-то неверно, вот он там живет здесь сейчас, не думает о будущем. Ну, вот, понимаете, указывает свой путь, его и его путь устраивает. Это его выбор. Если это его выбор, если это действительно его выбор, оставьте его со своим выбором. Пусть он поступает так, как ему хочется, вот, но сами вы действуете по своим канонам, по своим планам в соответствии со своими желаниями и так далее, так далее. Понимаете, понимаете, вот. То есть, тут такая позиция. Да, ему комфортно. Да, он не думает о будущем. Да, он не думает о вашем совместном будущем. Это так. Потому что, потому что, ему не нужно. Ему не нужно думать об этом. Зачем? У него есть вы. У него есть то, что он получает от вас. Ну, то есть, я имею в виду может быть секс, может быть какие-то еще вещи. Вот. Не знаю. Но, тем не менее, вы поймите, что если мужчина не стимулирован что-либо делает, то ничего не будет. Совсем. Вообще. Полностью. Поэтому отчетливо, вы правы. Но правы вы только потому, что это не соответствует вам. Вашим не соответствует это желание, вашим стандартам. Вот. Вы задумайтесь над тем вам вообще нужен такой человек. Вот. рядом. Если вас не устраивает то, что он делает, то, как он поступает. Вот. Дальше, значит, вы говорите, я не могу понять, может, я что-то не так вижу. Единственное, что вы видите не так, это то, что вы пытаетесь его судить. Это, пожалуй, единственное. Вот. вы пытаетесь судить человека, вы пытаетесь подогнать его под свои взгляды. Вот. А это уже не любовь. Это уже подстраивание человека. Понимаете? и здесь есть такая тонкость, здесь есть такая тонкость, что в случае, если мужчина вёл себя так всегда изначально, и вы его принимали таким, тогда означает, что вам человек для чего-то нужен. Понимаете? вы выбрали его. Вы выбрали такого человека. и ваш выбор чем-то обусловлен. И нужно увидеть вам, чем обусловлен выбор. Потому что, если вы, например, неосознанно хотя бы, хотя бы неосознанно, мужчину подавляете как-то, если вы это делаете, если вы, вот, ну, я не говорю, что специально, да, ну, просто вот можете, можете бессознательно просто берёте и подавляете человека. Вот. Не желая этого, то этот момент нужно корректировать. Быть может, мужчина с вами не чувствует себя мужчиной как таковым вообще. Может быть, с вами мужчина чувствует себя как-то по-другому, хуже. Знаете, какая история? И это нужно менять, потому что иначе вам будет сложно построить отношения с людьми. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос. То есть, вы видите только то, что человек не соответствует вам. Вот это единственное, что вы видите в данной ситуации. У человека другие ценности, у него другие взгляды, у него другие вообще интересы, да, у него интерес проводить время в барах, да, развлекаться, не думать о будущем, не принимать вашего кота и прочее, прочее, прочее. Вот что это? Может быть, это просто позиция человека такая, просто позиция. А может быть, за этим есть что-то серьезное. Но в любом случае, вам в любом случае нужно отделить себя от него. То есть, ваше совместное будущее, оно актуально только в том случае и только тогда, когда к нему стремятся оба, когда к нему стремится только один человек, ну, вы, да, то мне это представляется так, что один навязывает другому свои какие-то ценности и переживает по поводу того, что тот, кому навязываются ценности, не хочет принимать эти ценности. А это вот все-таки это все-таки тревожный звоночек. То есть, мужчина, мужчина, он изначально, как я понял по вашему тексту, он изначально установил границы для вас. То есть, грубо говоря, что делаете вы, да, для него, что он делает для вас. То есть, вот он, например, там, ну, ничего не покупает вам, да, оплачивает только кино, вот, и так далее. И, наверное, вас это устраивало. Вы рассчитывали, что мужчина изменится, возможно? Ну, вероятно, вы считали, что он изменится, вероятно, вы рассчитывали, что он поменяется. Нет? Знаете, какая история? Люди не меняются. Я думаю, если человек не делает этого сразу, да, то он не будет этого делать. Если человек это делает, перестал делать, ну, нужно знать причина. Почему? То есть, как бы, что это значит? Это значит, что у человека есть, например, проблемы и трудности какие-то временные, да, и тогда ему можно помочь с этим. Либо человек просто решил, что больше он этого делать не будет. для вас, например. Вот. Хорошо это или плохо, да, это нормально. Человек просто решает, что больше он этого делать не будет. И уже вам нужно смотреть на свою реакцию. Если вы чувствуете, что нет, мне, как бы, такая ситуация не устраивает. Вот. то, значит, это не ваш человек. Если вам все равно, и вы видите, что человек делает для вас все равно какие-то вещи, то, что может, значит, нужно быть с ним. Надеюсь, мои мысли вы поняли. А я понимаю, что вам хочется, чтобы ну, чтобы мы, возможно, стали на вашу сторону, но я не думаю, что это будет профессионально. Вот. На этом все. Надеюсь, что вам помог мой ответ, понравился. Вот. Надеюсь, что вы сделаете выводы необходимые. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.